И мы надо постепенно подходить к соревнованиям, которые скоро начнутся у нас за спиной. У нас сегодня еще короткая программа у парных дуэтов. Мы там тоже ждем довольно любопытных выступлений. Тем более, Саша Смирнова и Юка Кавагучи мы уже анонсировали вам. Чего ждем от пар? И прежде чем приступить к сегодняшним соревнованиям, я бы хотела, чтобы вы все-таки рассказали несколько своих впечатлений о выступлении наших ребят Мухортова и Транькова в Париже. Их сенсационного, замечательной победы. И все-таки неприятности, которые случились с чемпионами мира. Там в Париже, Савченко и Жалковы. Как вам все, что там произошло? Я думаю, что, во-первых, Мухортова, Транькова и Васильева хочется по-настоящему поздравить, потому что путь тяжелый. Он не закончен, этот путь. Он только начат. Все предыдущие старания, это были подводки. Как бы он делал им базу. Он старался эти кирпичи знаний и базы положить именно фундамент этой пары. Они стали очень сильные. Они могут соревноваться на любом уровне. Это самое главное. И функционально они дошли до того, что они могут чисто катать произвольную программу. Потому что мы до этого года не видели это ни на соревнованиях, ни на тренировках. Потому что всегда были большие ошибки. Сейчас я просто вас решила прервать, Татьяна Анатольевна, потому что у нас сейчас сюрприз для вас. У нас в прямую, сейчас напрямую, недалеко от нас готовится интервью с нашими замечательными чемпионами мира. А Лешей Тихоновой, Машей Петровой. Поэтому сейчас предоставлю слово Оле Щедориной. Несколько слов перед выступлениями пар. Спасибо большое, Лана. Действительно, хотелось сначала первыми вопросами, поприветствовав Машу и Лешу, спросить о том, что вы думаете о парах. Но, видя ваше прекрасное состояние, Маше в частности, хочется первым вопросом спросить, как дела, как здоровье? Здоровье отлично. И ждем пополнения. Ну, судя по тому, что пришли на соревнования, значит, еще активный образ жизни ведете, ни в чем себе не отказывая, я так понимаю? Активный, да, но на коньках уже не катаемся, но посмотреть с удовольствием и поболеть за наших, конечно же. Сейчас посмотрели наверняка уже выступление Евгения Плющенко. Что скажете, Леш? Я очень волновался, потому что вернуться после такого длительного перерыва, это всегда очень-очень-очень непросто. И Женя справился с задачей, да, была помарка, но все еще впереди. Самое главное, шикарные прыжки, гениальный, на мой взгляд, четверной тулуп, тройной тулуп-каскад, потом шикарный аксель в три с половиной оборота, хорошая программа. Есть над чем еще, конечно же, поработать. Но просто за Женьку болеем со всей душой и желаем ему удачи. Я думаю, что все будет отлично, потому что он один из немногих фигуристов в мире сейчас, который боец. И это очень... ну, дорогого стоит, стоит даже дороже дорогого, я думаю. Скажите, пожалуйста, ну, теперь вопрос, что называется, по специализации. Сейчас начинаются соревнования в парном катании, короткая программа. Вы наверняка видели этап гран-при, где Мухортов и Траньков победили. Да, победили. Что скажете по поводу их катания, ваше впечатление, ваша оценка? В прошлом сезоне они все время справлялись с короткой, как бы с короткой. У них была идеальная, доведена. Произвольные всегда были помарки, ошибки. А в этом году увидели их произвольную. То есть первый раз я видела такое катание, легкое. Ну, как будто не было напряжения у ребят. Вот желаем дальше так же подержаться и внести еще какие-то плюсы в свое катание. Потому что программа хорошая, им очень идет и, не знаю, справиться с этим волнением, чтобы произвольную и короткую тоже продержаться. Получать от этого удовольствие, как это несложно сделать, тем более в олимпийский сезон. Но если они его получат, получим и мы это удовольствие. Это очень сильно передается. Просто мы болеем за ребят. То, как они начали этот сезон, это очень-очень здорово. И надеемся, что остальные наши пары их поддержат и будут, ну, если не лучше, то наравне. Ну что ж, сейчас уже начинается разминка у пар. Побежим смотреть дружно. Побежим, бежим, да. Желаем вам удачи и побежим смотреть. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, а у нас за спиной уже тоже объявляют арбитров и технических консультантов, которые будут судить, собственно говоря, сегодня дуэты парные. Татьяна Анатольевна, чего ждем от сегодняшних соревнований в двух словах? Ну, во-первых, знаете, очень приятно, что на соревнованиях мы видим, и камеры их снимают, наших выдающихся спортсменов, чемпионов наших, тех людей, которые делали славу российскому, советскому спорту, и которые прославляли нашу Родину. Вот эти наши. И вот я вижу, сидит Леша. Да, их уже показывали нашим зрителям. Да, сидит Таня Татьяна. Да, за кулисами пары. Ну что ж, давайте уже пары выходные. Я хочу сказать, смотрите за Верой Базаровой и за Юрием Ларионовым. Это пара, которая была дисквалифицирована абсолютно несправедливо. Я в этом абсолютно убеждена. Которая пропустила целый год. Это очень важная, очень нужная пара. Это с очень большим потенциалом. И они будут открывать эти соревнования, потому что у них нет, конечно, никакого рейтинга. Также мы увидим здесь Юку Ковагучи с Александром Смирновым. Тех людей, которые будут защищать честь нашей страны. Ну что ж, мы предоставляем слово нашему комментатору Василию Соловьеву и смотрим короткую программу пар.